а здрасте всем друзья привет и у нас тут фермочка продолжается очень много было комментариев на тему что очень короткие серии пошли поэтому вот вам длинная серия как просили так и короче будет все у вас да а потом пишите в комментах нравится вам такое дерьмо или нет если вам понравится то пожалуйста будут супер длинные ролики мне не жалко короче говоря чего мы сегодня будем делать то сначала карту откроем самое важное точнее нет не карту мы откроем активные контракты у нас есть контракт на баклажаны на сою и на пшеницу мы на стриме с лампием взяли и соответственно сою и пшеницу мы посеяли и она наверное уже даже выросла надо глянуть ну-ка падла давай работай да нет не выросла почти выросла почти считается но и ладно короче начнем уборку и еще мы взяли контракт на баклажаны надо посмотреть сколько у нас баклажанов на тепличном комплексе 95 процентов они уже 391 короче баклажан тоже можно продавать поэтому чем и делаем мучим уборку едем продавать баклажаны правильно правильно так и поступим до этого нам потребуется комбайн я думаю мы маленький комбайн поставим убирать пшеничку большой комбайн вот это да мы купили новый комбайн смотрите какой у нас есть нью-холланд правда к нему еще жатку надо будет купить но это не проблема жатку мы купим короче ищем твою мать где же он неужели в бог загнал наверное я его загнал в бокс ничего страшного сейчас короче найдем не проблема здесь ты падла стоишь а точно здесь стоит я прям вспомнил я молодец короче заводим все это дерьмо и едем выставлять на уборочку уборочку пшеницы у нас здесь рядом есть ворот поэтому далеко ехать не твою мать далеко ехать не придется все будет нормально лишь надеюсь он пролезет с этой жаткой в эти ворота твою мать а не пролазит пролез нормально все сейчас запустим валерона и все будет круто вообще на самом деле я думаю имеет смысл промотать немножко время чтобы поля дозрели до конца принципе еще замутим уборку и ладно и так и сделаем да у нас есть волшебный курсплейчик и с ним все просто смысле не развернуто давай к разворачивайся все нормально все развернуто давай работай отлично этот парень работает надо к нему теперь поставить кто не кого-нибудь кто будет возить это будет далеко не ман кстати у нас появился новый ман да вот такой вот классный это тоже на стриме все произошло возить будет хорлеман кто же еще он у нас в боксе припаркован а вот в этом в большом надо будет еще потом еще один бокс построить когда нибудь я думаю мы этим когда-нибудь займемся отсюда мы берем хорлемана почему-то хорлеман стоит в гараже а прицеп от него стоит не в гараже я в принципе не буду назвать имен денис кто в этом виноват ну да ладно закрываем этот бокс чтоб не мало проблем и цепляем прицепчик в принципе можно его прямо отсюда и запустить чтобы не гнать на поле теперь надо же комбайн выбирать другой соответственно это у нас поле 06 база давай интересно куда он поехал короче он как-нибудь доедет я думаю разберется поехали тогда на этом комбайне на нашем новом суперском комбайне заедем в магазин купим там жа тачку и поставим убирать большое поле там где у нас соя растет берется она довольно быстро и в паре с маном будет убираться и будет нормально и и все будет прям четенько конечно далековато ехать туда на 37 поле но ничего страшного я вообще не знаю зачем я его купил в свое время просто захотелось я надеюсь ближайшее время дождь не пойдет а то у нас тут обещают дождик хотелось бы успеть убрать поля пока дождь не закончится пока дождь не начнется чай несут а потом у нас уже баклажаны созрели мы поедем кататься на паровозе у нас как раз там рис переработался на приозерском элеваторе и он уже загружен поезд ждет своего часа можно будет туда отвезти на этот самый на теплицы там у нас большой склад в принципе рис можно хранить там временно не знаю пока для чего мы его вообще выращиваем я сейчас думаю надо ли нам покупать еще три чака я думаю пока что не очень надо пока что хватит того что есть соответственно нам нужна жатка и конечно же мы берем самую классную жатку которая есть на этот комбайн супер флекс драппер 45 футов 13 7 метров гигантская жатка топовая жатка для топового комбайна именно так все и должно быть в нашем супер колхозе цепляем это дерьмо да и поехали на поле забудем там уборку я надеюсь у нас не будет такого косяка как с подсолнечниками когда нам не хватило 80 литров для выполнения контракта пришлось ехать на чужое поле и рвать руками 80 литров семечек чтобы никто не заметил и контракт с этим мы выполнили так что у нас все хорошо еще сегодня выполним контракт на свою возможно выполним а возможно и не выполним там время позволяет комбайн кстати классный мне нравится вот эти не холода жалко классовских нету еще побольше точнее можно конечно мод поставить но мне чет не хочется не люблю моды на технику знаете ли может внезапно появится трафик и и все будет беда хотя человек говорю никакой беды не будет просто нам придется ждать пока он уедет я не очень люблю ждать но ничего не поделаешь иногда приходится ждать до мне кажется я сегодня за серию буду очень много херни всякой нести но ничего не поделаешь все хотели длинную серию поэтому будет длинная серия чтобы не молчать буду нести всякую херню так устроен этот мир с этим ничего не поделать надеюсь шум вентилятора в микрофон не попадает нас жара пришла стала жарко нужно ставить вентилятор в комнату чтобы он на тебя долл таким прохладным воздухом чтобы ты не растаял хотя я то на самом деле люблю когда жарко точнее больше люблю когда холодно начать сегодня перебор какой-то но ничего страшно ладно тут это все лирическое отступление было пока мы ехали катились на наше поле сейчас мы как запустим тут уборку так все офигеют вокруг мне кажется этим комбайном большое поле уберется быстрее чем тем комбайном маленькое поле хотя у него разница в два раза всего лишь по ширине но чуть больше чем в два ладно короче дружище давай 13 и 7 метров поле номер 37 простой отличный маршрутик все будет прекрасно работать врубаем комбайн немножко начинаем ручками потому что так надо и все пошел убираться теперь надо ему в пару поставить ман вот этот замечательный ман в принципе мы его можем запустить прямо отсюда у нас есть поле 37 базов и это у нас будет работа с комбайнами и с нью-холландом да с этим не знаю где у тебя следующая ближайшая точка ты вроде к ней поехал что и нормально должен доехать проблем особых быть не должно крайне мере трактора работали там нормально даже заправиться если что но вроде ему мне не сильно надо будет заправляться ты акт что мы хотели дальше сделать мы хотели немножко увеличить время и погнали еще на рисовые чеки они там кстати тоже должны будут созреть промотаем время пока все созреет чтобы не было никаких косяков и заодно можно будет здесь воду спустить совсем понты осталось спустим воду и пока вода спустится как раз освободятся комбайны и потом мы с помощью этих комбайнов будем здесь все убирать а те поля будем приводить в этот самый как она называется короче в предпосевный вид культивировать пахать и всякую все что там надо будет делать будем там делать а еще кстати мне пришло сообщение интересное твою мать у меня сейчас дождь пойдет мне кажется придется много мотать до то что ну и ладно значит мотаем больше времени ничего страшного по животным пара про попам продуктивные 544 это как вы понимаете меньше чем 700 а было у нас 700 дело в том что пришло мне сообщение что во втором этом самом во втором корпусе заболели овечки и несколько умерло умерла и поэтому теперь все плохо с нашими овечками ну как сказать все плохо короче минус овечки но у нас появился молодняк зато еще больше и теперь подросшие есть через пару дней они уже будут продуктивными короче оно тут само перекидывается из корпуса в корпус и все нормально и они размножаются размножались по 63 штуки в день сейчас будут чуть меньше потому что подросшие еще не размножаются размножаются только продуктивные ладно это все такое у нас есть 53 куба шерсти которые за три дня у нас появились и 22 куба навоза я сказал что они не так уж и много какают шерсти с них намного больше получается но пока одевать эту шерсть некуда будет контракт на шерсть мы продадим не проблема так у нас кстати там время мотается можно воду спускать или воду не стоит спускать пока время мотается это хороший вопрос давайте пойдем и спустим воду или не будем надо чтоб тоже закончился я не люблю когда дождь идет садовый центр затраты на аренду твою мать что у меня лежит на садовом центре я не понял возможно там литр какой-нибудь навоза лежит или что-нибудь такое ой не навоза грунта что я говорю вообще так склады садовый центр удобрения твою мать я забыл выгрузить поддон с удобрениями ну и ладно платили по 20 евро за содержание выгрузили пускай стоит в поддоне потом заберем если он там в поддоне стоит ничего страшного а рис у нас кстати тоже созрел но мы ждем пока дождь закончится вроде как воду спускать при перемотке не рекомендуется как и заливать при перемотке поэтому будем следовать советам и не будем этого делать пока дождь идет сейчас дождь закончился правда о все пошло отлично можно заканчивать перемотку уже 3 часа дня отлично гениально вот так вот я и хотел с утра все сделать в общем то давайте во всех чеках спускаем воду и через час она спустится а через пол часа она точнее за пол часа спустится а за час высохнет полностью вроде как это работает именно так я чуть не обращал внимание даже да и ничего страшного короче нам надо сейчас поехать кататься на поезде вот он наш паровозик в нем лежит немного риса 129 кубов получается из 130 с копейками кубов не очищенного риса получилось 129 кубов короче оно почти один к одному с небольшими потерями в общем то можно на них внимание не обращать можно знать что с трех чеков 130 кубов очищенного риса получается короче заводим поезд и можно в принципе даже маршрутик себе сразу же заказать едем мы на эту самую в порт только мы едем с приозерского элеватора элеватор 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 порт время пошло нам дается немного времени на все это дело поэтому мы включаем четвертую скорость и можно даже камеру на последний вагон переместить вот так вот аккуратненько чтобы следить за составом и катиться на поезде чуть-чуть чуть-чуть сейчас выйдем на магистраль и от души разгонимся только я смотрю выезд тут далековато и от души мы разгонимся не сразу хотя можно до 50 вот на таких вот подъездных путях разгоняться больше не дает но 50 в принципе тоже скорость сейчас будем баклажаны продавать у нас сюда еще пути ведут на товарные склады вручную правда стрелочки надо перевозить чтобы сюда заехать в будущем будет короче тяжело ну и ладно ну не тяжело но придется в общем-то много телодвижений делать различную сейчас мы перейдем на магистраль и 80 вжарим и понесемся 80 километров в час это быстро нам же кстати можно же на поезде контракта выполнять то я не посмотрел сейчас окажется что нет смысла да на жд станцию нам ехать 306 кубов это три вагона и еще 6 кубов в четвертом вагоне у нас вагоны по 100 кубов кто не знает сейчас еще надо рис будет выгрузить туда же я все еще кайфую с этого паровозика не знаю почему но он классно хотя грунт возить на поезде я наверное больше не буду немножко надоело много много лишних действий это надо делать две поездки туда-обратно и самое что ждет самое напрягающее что ждать это загрузку-разгрузку оно происходит не быстро поэтому грунт будем возить валеронами на мане он в принципе теперь у нас есть грузовик на целых 59 кубов и можно без проблем зафигачить маршрут точнее маршрута даже уже есть будет он сам возить и не будет никаких проблем вообще не будем париться автоматизация мать ее это здорово когда все автоматизируется хотя поезд большими объемами это быстро если 600 кубов надо перевести каких-нибудь то поезд здесь незаменимая вещь да а еще кстати вот мы его ни разу не заправляли а если вы посмотрите на то сколько топлива осталось то еще больше трех четвертей а мы на нем каждую серию ездим ну практически каждую серию да но поезд классный за поезд разрабам отдельный респект хотя тут столько всяких фишек на этой карте на которые можно говорить что за это им отдельный респект за это отдельный респект и так далее короче классная карта всем советую честно надо высыпать рис сейчас мы приедем и высыпем рис я опять несу херню потому что потому что мы едем обычно тут были таймлапсы но вы же хотите подлиннее серии поэтому не будет таймлапсов слева кстати тюк какой-то лежал еще давно они поукатывались это было давно и неправда текс а мы подъезжаем тем самым к порту у нас уже урожай созрел везде везде где только можно было созреть полностью главное что он не завянет у нас отключена эта херня чтобы урожай мог ну короче увядание растений да здесь это так называется так у нас рис находится в последнем и предпоследнем вагонах вроде как можно на этот склад его высыпать поэтому поэтому мы его сейчас здесь высыпем а если нельзя будет то и хер с ним так там где желтенькая стрелочка подъезжаем вот сюда нажимаем на кнопочку разгрузить и да он разгружается в общем то универсальный склад можно хранить все вроде как у овчарни там где шерсть хранится там точно такой же склад и можно в общем то тоже все хранить сделано все с любовью и заботой о пользователях можно хранить все такс и вот в этом вагоне у нас тоже лежит рис надо будет сейчас подогнать этот вагон и тоже высыпать тоже выгрузить тут правда риса этого самого немного у нас лежит поэтому мы выгружаем ой не то нажал пардон а я хотел на другой вагончик меня вот этот интересует пока у нас там выгружается а у нас уже все выгрузилось можно начать загружать баклажаны бздынь и пошло поехало баклажаны пошли грузиться происходит это не быстро увы приходится ждать 306 кубов загрузить это ну почти пять минут на это уйдет вот такой вот классный контент ну я всегда жду мне то не впадло обычно это вырезаю как-нибудь или ускоряю но сегодня у нас длинная серия никому не нравятся короткие серии поэтому будет длинная как хотели можно кстати на другой вагон переключиться пока что вот на этот потому что мы его сейчас будем сюда подгонять чтобы загружать баклажаны в него давай уже почти все чуть-чуть чуть-чуть вот нормально загружаемся баклажаны еще сто кубов пошло поехало все загружается все работает все быстро ну или не очень быстро не знаю кому как кажется знаете ли сколько людей столько мнений такая вот простая философия фермы и не только фермы у меня кстати дождь за окном тоже собирается в последнее время какие-то грозы пару дней назад утром шарахнуло так что я аж проснулся такое чувство что в соседний дом прямо шарахнуло иногда конечно гроза это прикольно но не всегда так это у нас тоже дело загрузилось почти что переключаемся на другой вагончик и подгоняем его теперь еще туда надо из 306 кубов точнее 300 100 кубов вагон из 306 которые у нас в общей сложности вот так вот бздынь и загружаем у нас еще 102 куба кстати останется что у нас вообще по тепличкам там может быть уже грунт можно будет вывозить где у нас теплица у нас теплица в заводах тепличный комплекс да у нас грунт третьего урожая и удобрения не хватает твою мать мы же вроде закупились много в прошлый раз здесь у нас лежит свежий грунт в первой теплице во второй второй урожай в остальных третий я видимо что-то попутал у нас целый склад еще обогащенного грунта лежит надо отработанного еще с теплиц достать да видимо надо на самом деле делать все что было четко загружать их то ли по очереди то ли все что были загружены а не так как я хрен пойми какую теплицу засаживал без какой-либо не знаю как сказать системы что ли ничего страшного разберемся потом такс я не понял о чем мы загружаться не хотим что ли а странно там значок просто горит другой немножко такс нам нужно шесть кубов всего лишь шесть поэтому мы их сюда загружаем и они тоже загрузится быстро теперь нам нужно ехать ехать нам нужно на жд станцию бокс номер шесть поэтому жд маршрут из порта на жд станцию это будет весело веселое путешествие добро пожаловать черт как мышкой неудобно я не знаю как люди мышкой играют на мышке я не люблю играть на мышке я люблю геймпад но сейчас приходилось играть на мышке в общем то погнали все это дерьмо разгружать получим за это немножко денег можно даже с видом от первого леса прокатиться почему бы и нет посмотрим заодно пока что как у нас дела на полях с уборкой происходит смотрите 37 поле поле почти уже пол поле убралось классно довольно быстро комбайн работает в принципе на прошлом стриме он меньшей жадкой черт сейчас прошел авто сейф ничего страшного в общем то на стриме и в лампе ручками на этом комбайне вообще моментом убрал подсолнечник валерона это все моментом вывезли а я это потом быстро отвез на этот самый куда надо было у нас трактор комбайн застрял надо поправить иногда они застревают я даже знаю почему потому что много урожая ничего страшного давай работай а мы на поезде погнали дальше время то идет восьмая позиция или как там я не знаю мне почему то хочется говорить что это передачи но в поездах это не передачи я и вообще не машинист и вообще не жарю в поездах но мне нравится на нем здесь кататься он такой длинный такой классный короче поезд много всякого дерьма может перевозить экономит время правда много действий надо выполнять иногда проще валерона поставить чтобы он ездил на урале например на каком-нибудь или на мане или еще на чем-нибудь классно было бы если бы на поезде можно было пахать шутка зачем на поезде пахать поезд не предназначен для того чтобы пахать кто-то в дискорде написал интересно кто сейчас мы посмотрим я вам расскажу пока пока мы едем странное дерьмо у меня нет непрочитанных сообщений может быть он на телефоне плохо работает а нет это событие в американ тракт симуляторе срочная работа через час будет доступна там двигатели можно возить я скорее всего их повезу там довольно таки прикольное мероприятие надо будет народ собрать только чтобы возить двигатели одному впадлу ездить в мультиплеере в АТСку в мультиплеере одному это такое себе вот а компания пьяных бурундуков весело мы тем самым почти приехали кстати на этот самый на на жд станцию сейчас главное опять таки со стрелкой не перепутать потому что я все время забываю куда нам ехать направо или налево я сейчас опять как обычно не посмотрел где находятся какие боксы так нам налево справа находится с 9 по 14 нам в 6 следовательно налево вот такая простая математика сейчас сейчас опять будет куча геморроя с тем чтобы все это дерьмо выгружать так это у нас восьмой седьмой шестой соответственно третий да но по счету третий если считать что мы сейчас подъехали сначала переключаемся на второй вагон здесь непонятно триггера стоят вот так вот должно быть норм попал прикольно давайте следующий вагончик тогда готовить а в первом у нас было почти ничего 4000 получили за это вообще нравится мне на этой карте система контрактов было бы очень классно если бы эти контракты имели больше этот самый больше срок действия проблема не в том что я не успеваю вырастить за 55 часов баклажаны как бы хрен с ним просто когда сезонами играешь чтобы на год вперед у тебя был контракт то есть ты весной мог взять контракт и посеять и ну в общем то посчитать все это дело и у тебя хватило времени а так приходится при игре с сезонами высаживать собирать а потом искать контракт это как по мне не прикольно как по мне прикольнее было бы вот реально плана себе на год какой-то иметь взять контракт на баклажаны и в течение года их выращивать ну теплицами там по полгода в общем то рост происходит в общем то было бы классно может быть в 19 ферме так и сделают я-то разработчикам сказал что это было бы классно ну точнее что мне кажется что это было бы классно может быть на общий суд это вынести как вы считаете наверно так и поступим черканем им в группе предложения это же предложение будет правильно ну я же нормально стал чё ты начинаешь то чё началось то опять во давай последний вагон выгружаем у нас появились деньги и их становится все больше и больше хотя опять таки потом будем брать контракты будем покупать семена и всякую остальную фигню и эти деньги опять уйдут хотя за последнее время у нас произошло несколько грандиозных покупок это и ман и прицеп и комбайн классный контракт на поставку баклажана выполнен красота в общем то пускай поезд стоит здесь наверное сегодня нам больше не нужен что у нас там на полях происходит этот товарищ почти доубирал я надеюсь мы правильно посчитали с товарищем евлампием сколько нам надо вырастить сои чтобы контракт точнее сколько мы можем вырастить сои и сколько у нас получится сколько брать контракт с учетом того сколько у нас ее есть но ничего страшного упс нам сюда не надо я хочу на рис сходить посмотреть как там вода уходит прошло некоторое количество времени и теперь стало интересно куда там уходит вода почему бы это не посмотреть я думаю всем это интересно не только мне а еще здесь кстати вон куча грязи вообще вот этот лесочек сделан очень классно жалко что мало кто туда ездит а еще народ кстати я не знаю что нам делать дальше точнее есть варианты поэтому я спрошу ваше мнение напишите в комментариях чем нам стоит заняться курочками или коровками в первую очередь так вода уходит но здесь это незаметно она уходит довольно медленно и приходит она потом сюда нормально уходит вода медленно и работать здесь пока что не представляется возможно вообще никак от слова совсем еще у меня есть мысль купить вот эти чеки вот эти три поля но я не знаю надо они нам или не надо что нам с этим рисом делать потому что я хотел посмотреть одно производство какое-нибудь купить насобирать денег купить производство завод посмотреть как это все работает будет выполнить контракт по нему и закончить эту карьеру потому что все их смотреть наверное смысла нету хотя с другой стороны может быть купить все производства все поля до этого мы не скоро дойдем в общем то все у нас работает остается только ждать ну ничего у нас сегодня длинная серия мы подождем правильно тут уже почти все убралось хотя нет не почти все еще долго пол поля только убралось сколько ты еще работать будешь ты еще будешь 33 минуты работать но ничего страшного а нехоланда сколько будет еще работать нехолан 22 минут видите нехоланд работает быстрее на этом поле чем ростельмаш там кстати на ростельмаш еще скидки были недавно можно было купить со скидкой но я решил ничего не покупать потому что оно нахер не надо мне и следующее ну ну ладно народ короче наверное на этом мы серию закончим я надеюсь она получилась длинной как вы хотели если вы считаете что она короткая то можно записать хоть на час ее без проблем как то так в общем то пишите свои комментарии что хотите вообще туда пишите все что вы думаете а я почитаю и мы потом посмотрим на этом в общем то у меня все всем спасибо за просмотр как обычно лайкусики или короче что хотите там ставьте побольше всего хочу знать ваше мнение по поводу всего дерьма что происходит вокруг можете даже новости обсуждать в комментариях мне будет приятно только давайте там без политики особо и погоду можете писать какая у вас погода мне интересно а вот короче всем пока